Утро на Елесея В коллекции у женщины более 30 предметов из советского прошлого. Конфетницы, бокалы, салатницы. Сложнее всего было достать посуду именно с железной огранкой. Вот раньше были в моде большие хрустальные вазы. Они были такие дорогущие, что нам были не по карману всем. И они были красавицы. Назывались лодочками. Даже страшно было ложить в нее что-то. А уж поднять ее, это была такая тяжесть. Так это чувствовалось хрусталь. Вот это вот стоило 150 рублей. Ну тогда 150 рублей, это, считай, получка была целая. В магазины такую ценность выкидывали редко. Еще бы! Хрусталь – стекло высокого сорта. Поэтому многие считали его отличным вложением средств. Если такая диковинка появлялась в доме, хозяйки стремились выставить ее на показ всем гостям. Богато, шикарно. Что могу сказать? Она достойная была. Эта вещь, она и сейчас как бы ценится тоже. Но молодежь это не понимает. А мы предпочитаем. Самая дорогая люстра и самая красивая – это хрустальная люстра. Ездили в другие города и обязательно из Москвы привозили хрусталь. И это была как бы выставка дома. То есть это была стенка, это был хрусталь. Если этого нету, значит ты считался бедным человеком. Были на вес золота, не дай бог разобьешь. Тоже уже трагедия была. Поэтому мы все это помним хорошо. Вот это работа уже будущего года. В конце 70-х в стране начался настоящий хрустальный бум. В честь известного завода по производству переименовали целый город в гусь хрустальный. Местные мастера, словно ювелиры, вытачивали из стекла невероятной красоты узоры. Какая же должна быть точность движений, профессиональное мастерство, чтобы не ранить хрупкое стекло, а вырезать орнамент. Настоящий хрусталь звенит как музыкальный инструмент. Кстати, так можно определить его качество. Ведь если появилась хоть маленькая трещинка, заветного звона не будет. Татьяне Зыковой посуда с алмазной огранкой досталась от родителей. Наверное, ни одна посуда не дает такой праздничности, как хрусталь. Каждая грань, она излучает свет. Если направить любой свет, особенно в Новый год, когда горят какие-то дополнительные лампы, а еще лучше свечи, все это отражается в этой посуде. И получается стол очень праздничным. С обычным, даже самым модным, супермодным стеклом это не получится. Хрусталь требовала особого ухода. Хозяйки протирали стекло уксусом, кефиром и исключительно мягкой тряпочкой. Сейчас изделия из хрусталя утратили свою популярность. А купить советские образцы можно и вовсе за несколько сотен рублей. Но запасливые советские хозяйки знают. Стоит только эту блестящую посуду поставить на стол, как сразу поднимается настроение, и обычный ужин превращается в праздничный. С доли пылинки с хрустальных стаканов Татьяна Рябова и Константин Фролов. Субтитры создавал DimaTorzok